Привет-привет, мои любимые! Друзья мои, уже очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень давно меня просили сделать данное видео на протяжении года. И вчера опять написали. Просили сделать мне видео про поднятие FPS, потому что у всех разные системы. Например, есть операционная система Windows, Linux, Mac OS, да? Кто-то играет на стационарных компьютерах, кто-то на ноутбуках, кто-то на телефонах, кто-то на домофоне. Тяжело найти каждому свой подход. Правильно? Правильно. Сейчас у меня стоит графика максимальная. Максимальная графа стоит. Так вот, смотрите. Сделаю я, скорее всего, несколько выпусков, потому что мы будем пробовать разные способы. Сейчас я делаю выпуск, я вам показываю, как это что изменить, да? Потом вы в комментариях пишите, самое главное, сколько у вас прибавилось FPS. И потестируйте, поиграете там уже, да? И в следующем выпуске мы посмотрим результаты. Теперь смотрите. Самое главное, давайте включим отображение FPS. Как это делается? Нажимаете, вот, настройки, заходите, настройки доты, настройки. И где-то здесь у нас было расширенные настройки. Вот, информация о сети. Все, запомнили? Еще раз показываю настройки. Настройки. Настройки расширенные. Отображать информацию о сети. Я, безусловно, хочу, чтобы у вас дота летала, чтобы ваш скилл просто боготворил. Ну, я думаю, если у вас будет лагать игра, то там скиллом даже и не пахнет. А вы видите, у меня сейчас FPS, ну, грубо говоря, 60, да? Скачет. Мы сделаем пару пунктов в самой игре, и нам нужно будет сделать в стиме один пункт. То есть всего, по идее, ну, грубо говоря, три действия нужно будет сделать. 60 FPS, запомнили? 60. Без фотошопа, 60 FPS. Заходим опять настройки. А, ну, я думаю, логично, да? Чтобы у вас увеличился FPS, нужно там, типа, убить графику. Конечно, мы можем поставить текстуры низкие, там все на самое низкое, но в итоге дота, она не будет красивой, она будет страшной, уродливой, и вам не очень будет приятно играть. Поэтому моя задача, чтобы вам было и при этом смотреть на игру, и при этом, чтобы у вас вырос FPS, то есть чтобы она не лагала и лучше работала. То есть мы возьмем, что такое среднее. Также меня просили, да, вконтакте, наверное, спрашивали, чтобы я там показал свои настройки доты. Сейчас я вам покажу. Сейчас я показываю вам стандартные настройки, то есть когда вы там запускаете на максималке. Теперь, что вы должны сделать? Во-первых, мы это все снимаем, практически все галочки. Вы разницу из-за этого практически не заметите. Там немножко освещение маленечко изменится, там фауна чуть-чуть, то есть практически незаметно. И снимаем тени. Тени вообще в играх практически не нужны. Я не знаю, для чего здесь тени делают в доте. Все, первое действие мы сделали. Уже видим, что практически ничего не изменилось, только убралось тень. Фпс у нас вырос до 116. Еще учтите, что я записываю. Если я сейчас вырублю запись, фпс у меня будет примерно 120. Вот мы видим, сколько фпс. Фпс скачет, ну, 116 фпс. Это уже много, 116 фпс. Теперь смотрите, друзья мои, теперь смотрите. Сейчас мы в консоли. Сейчас я покажу, как вызывать консоль. Пишем две команды. Опять открываем меню. И ищем консоль. По-моему, там же у нас была консоль. Где-то здесь была консоль. Вот. Да, опять заходим в настройки. Расширенные настройки. Включить консоль. Ставим галочку. У вас появляется консоль. В управлении можно задать кнопку. Все, я открываю консоль. Это первая команда. Также она позволяет доте не лагать при сворачивании игры. То есть alt-tab. Также мы ставим максимальный фпс, чтобы ничто не ограничивалось. 120 поставим. Хорошо. У нас фпс 116. И осталось последнее действие. Для этого нам нужно будет закрыть доту и указать параметры запуска. Открывая я Steam. Еще раз напоминаю, дота должна быть закрыта. Находим дота 2. Нажимаем свойства. Установить параметры запуска. И вставляем данные команды. Все эти команды будут в описании видео. Заходите на YouTube. Там есть в описании все эти команды. Три команды. То есть без бордюра и в окне. То есть дота будет запускаться у вас в окне на весь экран без бордюра. То есть в доте есть два режима. В окне и на весь экран. Смотрите, самое главное. Когда вы видите эти команды, если у вас стало что-то хуже работать, там дота перестала запускаться, ну только вряд ли будет, она будет в любом случае запускаться. Ну что-то стало хуже работать, фпс сильно упал. Вы просто это все убираете. Просто убираете, нажимаете окей и все. Вы все возвращаете обратно. И первая команда, она самая главная. По идее, если ваша видеокарта поддерживает дирекс 11, да, то у вас будет неплохой прирост. Я думаю, фпс 15 она может нам дать. Также можно поиграться с этим значением. То есть, например, поставить десяточку, девяточку и тому подобное. Но лучше, если у вас есть поддержка дирекс 11. Кстати, еще не забудьте, да, после всего этого в идеале обновить драйвера на видеокарте. Это тоже очень важно. Нажимаю окей и запускаю сейчас доту. Все, теперь мы с вами видим результат, друзья мои. Фпс у меня был 60, теперь фпс 120. Я поднял два раза больше. И 120, он потому что мы его ограничили. А давайте попробуем повысить ограничения. Смысла нет выше поднимать. Ну, допустим, да. Сделаем максимальный фпс 160. Вот, вы видите, он поднимается до 140. Господи, вы понимаете, как сильно мы подняли фпс? Он прыгает до 150, до 140-150. Было 60, стало максимум 140-150. То есть мы увеличили его, ну, на 80-90. Я думаю, это весомый аргумент. Но еще раз говорю, что фпс выше 120 смысла просто не имеет. Вот такие вот дела. Друзья мои, поэтому используйте. Сейчас вы все сделаете и в комментариях напишите ваш результат. Насколько он повысился. Напомню еще раз, да. Что я показал вам три самых, ну, простых пункта. То есть, чтобы любой это мог сделать. Есть и другие варианты. Это я уже покажу в другом видео. Я почитаю ваши отзывы. Кому помогло, кому нет. И уже сниму отдельные видео. И не забудьте сделать репост, чтобы дота у всех летала. И СНГ комьюнити тащили. 150 фпс, Карл. 150 максимум. 150. 150. 150.